даже не знаю чего начать час выбежала из душа я была в душе и у нас сейчас такая серия взрывов прозвучала я думаю что это были ракеты но уже есть кое-какой опыт и когда это кабы это одно когда ракеты это другое какие ракеты не знаю 100 процентов ракеты черте города было очень громко меня лилась вода в ванной я все слышала как взрывы начала звонить сразу же слава богу бабушка была сами рано на прогулке слава богу зашла домой нора даже подскочила вообще стало между двух стен в коридоре а такое очень редко бывает когда норов прихожую выходят между двух стен только когда такие один взрыв второй третий я думаю честно говоря что где-то вообще не знаю мир мне показалось что по центру перри ну центр харькова он как бы город харьков вообще большой поэтому центр города может быть в принципе и на расстоянии но мне так показалось что это где-то не на окраинах было и тревога включилась только после того как уже четвертый но я насчитала 4 взрыва после того как четвертый взрыв прозвучал включилась воздушная тревога всегда хочу пожелать желать не пожелать а хоть бы потом услышала как минут через 10-15 скорые помощи поехали быстро быстро но сначала сирены еще до этого были буквально там через минуту через две не воздушные а я имею ввиду машины с мигалками поехали было слышно может пожарники не знаю а потом еще и скорые поехали я уже видела из окна дай бог чтобы все все остались живы особенно всемирные остались живы потому что в первую очередь я всегда желаю ми мира обычным людям потому что война это война когда цепляет совершенно обычных людей детей в общем вы поняли я не 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 буду сейчас разглагольствовать потому что честно говоря меня трудно трудно свое эмоциональное состояние вам передать рассказать здесь поймет тот кто сидит в таких же при фронтовых городах меня очень хорошо понимают у меня очень много зрителей из тонбасса из белгорода мне часто пишут пишут спрашивают как мы я там пишу им а как вы ну в общем все обязательно закончится держимся не унываем не сдаемся так ко мне пришла любовь николаевна в гости и попросила поговорить с вами она хочет вам что-то рассказать уважаемым моим зрителям подписчикам пообщаться с вами так что давайте послушаем добрый день дорогие друзья наши настоящие друзья и подписчики танечки сегодня на субботу выходной день прекрасная погода я выходная я решила прийти к танечке чтобы немножко с вами поговорить и оказать и моральную поддержку я не адвокат я не судья я просто знаю танечку два с половиной года знаю как замечательного человека и мне хочется в связи с заложившейся ситуации этого кипиша который поднял так сказать нам не товарищ который просто надо оболгал девочку который по выхватывал факты которые не соответствуют действительности который говорит да но не договаривает мне просто хочется сказать ему вы называете себя бригадой но бригада безрукого гораздо порядочнее чем ваша бригада вы нагло врете я задавала вопрос на стриме этого товарища видел ли он футболку норы и просил ответить да или нет вот на мой ответ он ничего не сказал я написала танечке сказала танечка покажи мне пожалуйста эту футболку что там нарисовано я вам сейчас покажу танечка будет видно если я покажу вот посмотрите вот это футболочка норы это один вид а вот это вот другой вид я хочу спросить у этого бригадира этой бригады где он увидел свастики и где он увидел непотребные символы и зачем он на девочку так надо его и какое вы имеете право называть таню фашисткой какой вы имеете право называть нору нацисткой кто вы такие где вы взялись все эту катавасию вы затеяли после 9 мая я не знаю кому это не понравилось но я вам хочу сказать порядочные люди так не поступают мы два с половиной года живем в состоянии войны у нас постоянные взрывы у нас постоянные стрессы у нас тревоги которые сводят нас с ума но мы продолжаем жить и мы выживаем хочу вам еще сказать там очень много было всевозможных претензий к таню по донатам вот скажу вам по донатам вы посчитали что таня у нас миллионер так я вам хочу сказать вы из этих донатов будьте любезны вычтите эту сумму которую мне прислал двоюродный брат на похороны дяди и тети которые никак не могли сюда поступить в украину если бы не танечкин канал вы отсюда вычтите эти суммы которые мне присылал артем на день рождения ту сумму которую мне присылал павел когда он покупал определенное количество тапочек которые я вязала и мы раздавали нуждающимся людям вы вычтите короче ваша больная фантазия настолько уже наглая знаете да еще мне интересно было послушать и товарища из днепра который так утвердительно так прямо убедительно сказал а таня с четырнадцатого года торгует наворованным увезенного с донбасса мне хочется сказать молодой человек у тебя в голове там что осталось опилки или мозги есть еще что ты мелешь самое интересное что все это произошло после 9 мая мы все очень удивились когда произошел сумасшедший всплеск подписчиков ну казалось бы 9 мая да у нас сейчас запрещено и то что запрещено его сейчас не праздную празднуют 8 мая но мы люди которые чтим память наших дедов наших родных мы знаем и всегда будем помнить что 9 мая это день победы в великой отечественной войне и чтобы вы не говорили и чтобы вы не делали пока мы живы эта память не умрет я недавно узнала что каким-то дебилом не боюсь этого слова пришло в голову снести у нас памятник на 23 августа люди вы что очумели это день освобождения города харькова от фашистских захватчиков сегодня 22 июня когда фашисты напали на бывший советский могучий советский союз это была трагедия сейчас для нас трагедия это война потому что мы никто не ожидали что она произойдет никто я была на сто процентов уверена что договорятся какие-то пойдут на какие-то уступки но ни в коем случае не будут погибать наши люди наши славяне не будут убивать с двух сторон друг друга когда-то я смотрела интервью генерала лебедя вы его помните прекрасно и он говорил там матери рожали своих сыновей не для того чтобы они погибали армия у страны должна быть чтобы защищать народ свой но чтобы вот так вот столкнуть лубами уже прекрасно понимаем что это задумано это давно уже как это сказать короче это было спланировано и когда произошел произошли обстоятельства при которых это мог возможно было совершить это свершилось а мы оказались заложниками украина слишком богатая страна украина очень красивая страна украины очень много хороших людей вспомните как фильм когда в бой идут одни старики говорились моя любимая украина маэстро говорил это такой прекрасный край а люди которые сейчас так нагло врут на таню в одном фильме одна актриса я не помню его название она говорила господа вы звери так вот вы не господа вы действительно бригада бригада наглых завистников наглых оговорщиков наклюбщиков короче бог вам судья я не хочу опускаться до вашего уровня я читала очень много ваших комментариев вы просто как можно ребенка обозвать фашисткой таню назвать фашисткой у вас вообще в вашей голове что-то там есть человеческое или нет я думаю что нет потому что это акция провокационная и поэтому я всегда призываю в таняных роликах подпишитесь поставьте лайки а сейчас я хочу сказать наоборот отпишитесь уйдите дайте нам дышать свежим воздухом дайте нам общаться с нормальными людьми которые ненавидят не разжигайте ненависть вам не удастся ненавидеть моих друзей моих любимых друзей которые хотели помочь хотели помочь и помогают незнакомые люди которые помогают они понимают в какой ситуации мы оказались поэтому живите себе спокойно хотите врать врите уже все про вас все поняли у вас поднялись просмотры у вас увеличилось количество подписчиков но вы никогда не сумеете рассказать о городе так как рассказывает таня вы никогда не сможете рассказать исторические факты как рассказывает таня вы для этого малообразованные в общении образованы просто на левру вот я немножко так снова сказала сейчас я еще хочу разрядить обстановочку у тани был ролик прошлом году она гуляла по парку и я попросила и прочитать мои стихи вот после того как я для артема прочитала стихи спасибо большое читала комментарии меня очень хвалили а я очень люблю когда меня хвалят вот и многие написали любовь николаевна когда вы еще почитаете свои стихи вот тогда танечка читала но под тем роликом почему-то были закрыты комментарии я не помню почему и я вам хочу сегодня прочитать еще два небольших стишка у меня каждое стихотворение имеет свою историю я вам об этом рассказывала вот они написаны тринадцатом году тогда еще у нас одноклассники не были запрещены и в одноклассниках такая собралась группа по интересам именно любителей стихов и со всего союза бывшего из чукотки из владивостока из монетогорска москва минск но очень много за границы и вот мы сошлись на такой почве на на поэзии на все но основной костяк был харьковский и там у нас была такая девочка ирина а у нее нет был мира от слова мир и вот мира сделала такой альбом про харьков очень красивые виды харькова очень замечательный был альбом и когда мы все посмотрели мне захотелось этот альбом прокомментировать я альбом назывался теплый харьков и я написала два стихотворения теплый харьков и теплый харьков 2 и если вам интересно я сейчас вам прочитаю вот первый теплый харьков и теплый город харьков это посвящается фотоальбом друга мира есть города большие есть малые есть разные я расскажу о городе который для меня прекрасен его красивых парков и улочек не счесть я родилась в нем и живу и это для меня большая честь в нем родились поэты артисты и ученые прославили наш город спасибо им огромное в нем говорок особенный на улицах звучит и шоу и ля и трепель в нем каждый говорит фонтаны бьют струями взрываясь в вышину кафешки рестораны проспекты закоулочки пройтись бы по сумской в бутик зайти за сумочкой потом свернуть в струе фонтан под ставить руки в кристалле посидеть в кино сходить от скуки парк горького проехаться на карусели глянуть ведь очереди длинные в них долго простоять а вечером прохлады а может даже теплым своим друзьям на форуме про харьков рассказать про фонари ночные и теплый летний вечер про то как евро было какие были встречи про площадь граммены в европе нет такой для нас любимый харьков ты милый и родной то был хотя бы раз в гостях у харьковчан тот накал тот покорен навек и удивлен отчаянно на набережной лавочки цветение лунг фривольная песочница детишки такие все довольные и тренажера много и зелено вокруг ну приезжай скорее мой милый дальний друг а может быть подруга или просто человек увидишь город харьков во век не позабыть в нем нужно жить трудиться работать и учиться быть гражданином гордым и просто полюбить мы встретим всех приветливо накормим и напоим в соборы сходим в оперу а может на футбол покажем все красивое что мило в нашем городе а если ехать дорого смотрите наш альбом немного много разного что есть у харьковчан ведь мира так старалась наш город показать и это удалось и равнодушных в округе нет совсем смотрите наслаждайтесь и расскажите всем вот это было такое харьков теплый город харьков а потом я решила написать продолжение и я хочу обратиться к тем харьковчанам которые находятся далеко от нашего любимого города сейчас вы тут встретите такие названия которые вы все прекрасно знаете и пусть вам это напомнит о нас о том что вы все равно вернетесь что город будет процветать чтобы она закончится и на все будет замечательно вот я читаю теплый город харьков 2 продолжение к фотоальбому друга мира я экскурсию вам проведу по родному любимому городу вы следите за мыслью моей поведу вас своею дорогою я на стрелку вас отведу где две речки у нас сливаются и красивый ажурный мост над рекой слегка качается расскажу про блокбазу полтавский шлях это зе и гору холодную где у нас расщепили атом и сталтовку нашу строили покажу вам дворцы и площади где цветные фонтаны играют кто еще не бывал в гостях у нас посмотри альбом мира узнаешь есть скрипач на крыше играющий отель плаза со звездами супер металлист красавец и гордость наша посмотри это все доступно сколько храмов открыто новых куполами на солнце сверкают стадионы театры кафешки все гости к себе приглашают ты метро прокатись не глубоком окунись в атмосферу города и поверь тебе очень понравятся его жители и окружная дорога самолеты взлетают с ревом аэропорт под собой оставляя ах какой замечательный город и уже ты вас фонтаном встречает прокатись на канатной дороге диснейленд новый наш посети наши очень крутые горки обещают покруче еще привести лесопарк не забудь заглянуть и цветы возложить там павшим и здесь помнят всегда и чтут им за подвиги память наша по гагарина тоже пройдись переход посмотри суперный и на набережных от красоты ты окажешься в легком ступоре загляни во дворики старые где гулял мулерман и гурченко где фатеева родилась интер девочка самое лучшее много много у нас знаменитостей и врачи и юристы и ученые актеры и космонавты и хвалу где учился леонов если хочешь увидеть париж есть и башня у нас эйфеля и органы зал на уфимском зоопарк роли друг и трепели барабашка и птичий бавария залетина и саржин ярко он такой необъятный с удовольствием тебе с удовольствием тебе его я отдал ну а вечером просто диво все в огнях и рекламе светятся и под градусником непременно обязательно нужно встретиться любоваться харькова можно и в жару и зимнюю стужу вы любите его беззаветно ему это безумно нужно мой маршрут он такой небольшой обо всем рассказать не успела посмотрите альбом нашей меры это супер отлично сделан я не знаю наверно вам понравится может быть не понравится но не могу не думаю что такие стихи не могут понравиться особенно тем харьковчанам который знает о каких знаковых местах идет речь о стрелке нашим радостники где возможно мы после войны устроим встречу с подписчиками харьковскими дорогие друзья я вас прошу не обращайте внимание на этих злобных ботов которые желают нам только плохого которые даже как говорится наши украинские жители говорят что харьков нужно разбомбить и уничтожить потому что мы говорим на русском языке это все шелуха это все отойдет самое главное нам сейчас выжить самое главное не злобиться никто от нас не добьется чтобы мы ненавидели друг друга этого не может быть ненавидят с детства и учить не так ненавидят с детства тогда подрастает поколение знаете я его называю на новорожденное гитлерюгенское поколение взращивают когда детей в ненависти тогда и вырастают такие ненавистные люди да мы много пережили там много потеряли мне очень жалко всех матерей жён детей которым не вернуться папой не вернуться мамы с обеих сторон мы все оказались в горниле войны которая нам не нужна и от нас ничего не зависит только можем думать о том что рано или поздно это закончится и вас очень прошу будьте добрее будьте выше всяких склок сплетен вы не знаете правды а когда льется наглая ложь она всегда привлекает и многие люди не задумываются это правда ли нет и продолжают нести то нам будет ложь дальше в общем дорогие друзья я немножко вас сегодня задержала поскольку у танечки вчера стрима не было я ее спрашивала будешь вести стрим она сказала любовь николаевна я выгорела я не могу я должна переждать этот момент потому что столько хейта столько дрязи столько наговоров причем необоснованных вылилось на ее голову эта девочка помогает нам жить и выживать целых два с половиной года вот я сейчас работаю я ожила я получаю зарплату слава богу я не голодная не холодная я могу кому-то помочь а в свое время она мне помогла когда помогала рекламировала мои тапочки когда мы их просто дарили мы помогали друг другу выжить и не скотиниться и не стать злобными шакалами обрехать я хочу пожелать будьте здоровы пусть никогда над вашей головой не летает ракета пусть никогда не рушится ваши дома пусть никогда вы не теряете близких пусть никогда горе вас не посетит и оставайтесь людьми если что-то человеческое еще есть вашей голове вашем сердце вашей душе прекратите понимаете вся заказуха это шелуха она отойдет как пена сойдет и будет чистая водичка у нас все будет хорошо поэтому друзья будьте здоровы мы вас любим оставайтесь с нами самые верные самые хорошие привет всем кто нас поддерживает мы вас очень любим и желаем нам всем всем мира танечка сейчас танечка отключит а я вам говорю пока пока